Ну что ж, всем ночью доброй, уважаемые друзья и товарищи. Я рад вас приветствовать на своих очередных ночных посиделках. И на этих очередных ночных посиделках мы с вами будем играть в очередной хак первой части Super Mario Bros. для Нэнди, где вместо Марио и Уиджи будут принцесса Питч и принцесса Дэйзи. Но, как говорится, давайте не будем тянуть. Кошаки спят, не волнуйтесь. Этих кошаков за их хвосты, пожалуй, начнем. По титульнику, как вы заметили, этот ром-хак якобы от меня. Почему якобы от меня, сейчас объясню почему. Дело в том, что это как бы все еще 2005-2006 год уходит, когда я там еще, так сказать, пизюком, так сказать, был. Пошел, по-моему, 5-6 класс, по-моему. И в тот момент у меня была тогда и Дэнди и Сега, по-моему. Да, у меня были две консоли Дэнди с Сегой. И вот, значит, на летних каникулах родители мне дали деньги за то, что, ну, как-то стройка меня закончила. Хорошо, что, спасибо, не с двойками ее закончил. Ну и вот родители дали мне, так сказать, по-моему, 500 рублей. Да, 500 рублей. И разрешили сходить мне на эти деньги купить себе катлидж. Либо для Сеги, либо для Дэнди. Ну и, значит, пошел я себе на рынок выбирать катлиджи. Но, справедливости, как сказать. Катлидж для Сеги тогда стоил, как, можно сказать, 500 рублей у нас. Тогда, не знаю как. А катлиджи для Дэнди, они стоили где-то 200-150 рублей, по-моему, тогда. Да, то есть катлидж для Сеги был дороже. Он стоил 300, по-моему, 350 рублей стоил. Да. Ну и вот, у меня, конечно, был выбор. Либо взять два катлиджа для Дэнди, либо один катлидж для Сеги. Ну, естественно, выбрал два катлиджа для Дэнди. Для Сеги, потому что чуть попозже катлиджи взял я. Ну и что, значит, на этих катлиджах было? Значит, на этих двух катлиджах были следующие игры. Первый катлидж с игрой, это был Супер Марио Волт 9. Да. А второй катлидж, это как раз то, что я сейчас играю. Да. Тогда, по-моему, он назывался Супер Пич Брос, по-моему. И когда я вот эти вот катлиджи принёс домой, и вот этот вот первый катлидж я вставил с Принцессой Пич, то я офонолел, грубо говоря. Это оказалось, была пародия на первого Марио для Дэнди. Супер Марио Брос 1. Только вместо их были Принцесса Пич и Принцесса Дэзи. Да, как выяснилось. Но про Дэзи я как бы не знал, потому что я знал, что была только Принцесса Пич. Про Дэзи я потом только чуть попозже узнал. Это уже из игровых журналов, в том последствии, которых я выписывал. Оказывается, Принцесса была не одна, а их две. И кто-то потом такая Дэзи была. Ну и вот. А второй катлидж, как я уже говорил, Супер Марио Волл 9, это потом, как и выяснилось, оказался как на Приключения Острова 2. То есть вот так вот. То есть у меня как бы было Приключения на Островах, первая часть. Adventure, Эссленд. Да. Ну я не знал, что у меня как бы получается была и вторая часть. вот с этим Супер Марио Волл 9. Как бы вот так вот получается. А самой оригинальной второй части, тут через островах, как бы не было. Да и как бы на катеджи не попадалось. Ну после того, как у меня интернет появился, я узнал, что еще оказывается еще две части Приключения на Островах есть. А Супер Марио Волл 9 был хаком на вторые острова, как выяснилось потом. Но, да ладно, не о них. Ну и вот, когда, как я уже говорил, интернет у меня появился, появился интернет. Я, конечно, начал все вот эти вот игры для Дэнди искать. Для Дэнди, Сеги, но там потом выяснилось еще кое-какие консоли начать. Подыскивать. То есть там SNES, Геймбой Адвенц, ну вот эти вот все эмуляторы. Прочие. И вот, как бы, такой вот прикол. То есть дамп вот этого вот Супер Марио Волл 9 я, как бы, нашел. А вот хак на Марио, где вместо Марио и Луиджи были Питч и Дэзи, я почему-то не нашел. Не, я какие-то там находил, но они либо назывались, либо Питч и Дэзи Роял Клейн, или как они там правильно назывались, либо еще что-то такое. Но они либо были беты, либо еще что-нибудь какие. Короче, там либо не доделаны, либо еще что-то были. Вот такое. Упс. Где-то вот так вот. То есть, как бы, получается, неполноценные хаки, получается, вот этих вот лонов. То есть, как бы, получается, никто даже, видать, наверное, и не сдампил и не сделал, как говорится. Да, некоторые хаки, которые у меня были. У меня даже, по-моему, хак про Пикачу, по-моему, был. И Принц-лягушка тоже, пародия Марио, был. Да. То есть, как я уже говорил, у меня были хаки на Пикачу, по-моему, и Принц-лягушонок, пародия первого Марио были у меня. Но они у меня, как бы, уже появились после вот этого вот хака на первого Марио, когда у меня вот Принцесса Пич была. Вот этот вот первый ром-хак на Марио. А потом уже вот эти вот два картриджа были с Пикачу и Принцем-лягушкой были. Ну, вот эти вот ром-хаки, впоследствии, я, конечно, нашел вот эти вот дампы. А вот сам вот этот вот ром с Принцессой Пич я, к сожалению, не нашел. Ну, как я уже говорил, да, попадались какие-то, но они либо были альфа, либо недоделанные. А дамп с оригинального картриджа, так бы, как бы, никто не с этого, получается, не с дампил, получается. Ну, и, в принципе, пришлось мне, конечно, самому делать вот этот ром-хак. Чисто для себя. Ну, как чисто для себя. Соборный доступ его, как бы, тоже выкладывал. Может быть, есть у кого-то, может быть, где-то кто-то делал дамп, уже сделал. Где-то он лежит, либо я плохо, нахуй, искал, либо еще что-то, но, на всякий случай, чисто для себя сделал. Может быть, если, либо сам соберу картридж с этой игрой, либо попрошу у кого-нибудь, может быть, кто мне этот ром-хак сделает. Так, как бы, получается. То есть, грубо говоря, залет на картридж мне. Ну, либо я сам соберу этот ром. Сейчас, к сожалению, самого картриджа у меня, увы, нету. То, что, когда только пошел я в училище, якобы, скажем, все эти картриджи, что... Не, некоторые картриджи, конечно, у меня уцелели, кое-какие остались. А кое-какие либо пропали, либо что-то... Потому что, когда, помню, поехал учиться, папаша племяннице отдал, так сказать, все мои приставки. То есть, он и Сегу, и Денди отдал племяннице. Ну, а племянница спустя года два-три их раздраконила. Благо, некоторые картриджи еще живые остались. Ну, некоторые картриджи, конечно, не удалось восстановить. То есть, они там конкретно восстановлению даже не подлежали. Так что, какие-то картриджи от Денди и Сеги у меня, как бы, сохранились. Они сейчас еще и до сих пор живы, по сей день. Ну, а некоторых, увы, сохранить не удалось. Некоторые картриджи там были потеряны. То есть, вы знаете, вот такое вот... В детстве многие помнят, да и в юности, мы любили картриджами обмениваться. Ну, и у кого-то картриджи либо пропадали, либо, как говорится, забывали, что там кому-то их дали и все такое. Ну, и вот у меня пару вот таких вот картриджей. В том числе, вот этот... Супер Мавил Волт 9, он по рукам пошел и куда-то там пропал. И все. Принцесса Питч тоже там что-то куда-то тоже пропал. Тоже племянниц кому-то его там давала по рукам ходить. Тоже обменивалась, там тоже как-то было вот так вот. Ну, и все. Ну, и вот так вот картриджи и расползлись у меня. Не, кое-конечно какие остались, племянница мне их как бы сама потом вернула. Типа вот и все. И уже там сколько... Уже 14 или 15 лет, по-моему, на тот момент было. А я уже как раз, по-моему, не помню. По-моему, уже либо... По-моему, 15 или 14 год, по-моему, был уже, по-моему. В общем, мне племянница вот эти вот вернула все. Потому что якобы ей уже все, а это неинтересно стало. Ну и, к сожалению, к своему разочарованию, некоторые картриджи я, конечно, не досчитался. К сожалению. Ну, что, как говорится, успел сохранить, то сохранил. Ну и вот спустя время, как бы, понабравшись вот таких инструментов и кое-где спрайты, позаимствовал. Что-то, примерно, мне удалось воспроизвести, получается. То есть, примерно, я сейчас попытался воспроизвести тот ром-ха, который был у меня в 2005-2006 году. Вот так вот получается. То есть, якобы, его приблизительно... Приблизительно как-то его пытался... ...восоздать. На канале где-то я еще один, еще одну версию, как бы, выкладывал ром-ха-ка. То есть, есть у меня на канале еще одна версия ром-ха-ка. Только там печь полностью огненная была, не вот такой вот расцветки-палитры, извините меня. Ну и тут немного враги, там, понемногу другие были. У-у-у, не получится. У-у-у, не получится мне тут куб удалбить. Не стану. Это тренироваться надо, чтобы... ...жизни вот так вот тебе набить. Ну и вот так вот, ребята. То есть, вот так вот я воспроизвел тот картридж, который был у меня. Ну и, как бы, дамп, который я так и не нашел в интернете. Не, может быть, кто-то где-то его сдампил и все такое. Либо, как я уже говорил, либо я плохо искал. Но, по крайней мере, что-то подобное я... ...слепил себе. Да, вот так вот получается. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Это вот так вот, ребята. Так, все, тихо. Упс. Упс, опять не туда. Что ты, не долетай. Упс, было опасно. На тебе. Ну и, конечно, То есть, Она точно не так стояла. Там немного по-другому было. Но это уже, как бы, самому долисовывать приходилось. Так. Тут покурать не надо сейчас быть. Вот здесь тоже. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. уровня 7.4 начать. Дойду, там, вы знаете, вот, заканцованный лобилинт, там... Так, стоп. Хе-хе-хе. Кстати, вот интересный прикол, нафиг. До сего понять не могу. Почему так многие люди, когда играют в Супермалле Бросс или какую-нибудь подобную игру, вот так вот делают. До сего понять не могу. Почему они именно так делают. И вот тут, по-моему, кого-то я точно не добавил, потому что тут должен был стоять тот, но здесь, почему-то, его у меня нету. Мы будем дорабатывать. Потому что, я помню, в этом месте стоял тот, и он говорил, извини, печь, но твой Марио в другом замке. Уй, ё. Тут ты, ёки-палки. Уй, ё. Ну, иди, иди, иди сюда. Хе-хе-хе. Вот так тебе. Ну, значит, будем искать Тода, куда-то он, блин, делся у меня. То есть, в оригинальном, эээ, вот этом вот хате, там Тод присутствовал. Здесь что-то у меня его нету. Ну, видать, не доглядел или не досмотрел. Так, сюда нет, здесь нельзя. Ой, я в ямку сразу оба. Вот гад, под конец лифу, под гадик мне. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Ну, значит, как говорится, на доработку, и потом смотреть буду. Буду я себе акации с ним делать или нет. Ну, или сборник хаков, если их буду делать. Ну, или, как бы, мини. Ну, или просто, как бы, либо менюшку, либо еще что-нибудь. Либо каждый по отдельности буду хак делать. Собирать. Ну, то есть, иногда, каждый хак на отдельный картридж. Буду. Ну, или, по-то, из этих, хуру. Ну, я не помню. И, по-то, как это. из этих уровней, по-моему, длинный должен быть. Старин. Не хотел. По-моему, 6.2 самый длинный. Упс. Ага. А ты думал, я тебя опущу? Просто так. Не, хитровыебанный, не пойдет. Ну что, значит, осталось только то-то добавить, и все. Ну, то есть, как я уже говорю, с помощью утилит для хром-хакинга, мне вот, как бы, то есть, там графику, да, графику подделать, что там еще, палитру, изменить. Ой-ой-ой, тише. То есть, вот, все вот это вот я и сделал, как говорится. Ой. Упс. Тихо-тихо-тихо-тихо, разогналась, мать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти это что-то елки-палки так, рано, опускаю тихо тихо ай-ой-ой-ой-ой поторопился вот тут вот всегда почему то я не здесь вот здесь я постоянно притормаживал как бы не попасться кто-то вернуть на этот точно да кто-то то я что-то проглядел ух ёб кармитеатр Опа, ничья, седуал, бесседуал, ой, 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 ой. Опа, ничья, седуал, бесседуал, ой, 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 ой. Опа, ничья, седуал, бесседуал, ой, 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 ой. Упс! 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 Ну и не помешало бы вот раз ли тоже заменить. Вот тут круги какие-то. Ой, ёп! Куда-то полезло. Упс! 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 Сорян, ребята. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Перелетело. Упс! 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 сейчас по-моему через мост буду нестись кстати где-то видео весело марио и вот не только 73 усложнялся тут еще прикол был в то что помимо тут куб и рыб чип типе типе по-моему они называются тут еще и пули летали да еще вот такая вот да а еще такая версия усложненного марио хотя их было несколько штук таких вот хаков усложненным марио моё куда вы сюда развлечелись еще моё было опасно так вот сейчас самое интересное начинается если я тут сейчас опять тупить не начну нафиг те самые закольцованные лабиринты так по моему вверх и вниз а наоборот вниз середина вверх да ну тут с первого раза все вспомнил минут пять шесть блять тупил вспоминал как полчаса уже а вот кстати тоже надо поменять тоже на марио только сейчас заметил блять не принцесса марио тоже кстати поменять надо будет и а а а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 так не получается тоже было не сразу получалось ладно, кушаем Субтитры сделал DimaTorzok Идите сюда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот сюда надо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот сюда DimaTorzok Уй Пошли нафиг Вот так Готов, Вася А вот сам Марио Так, ну чё ж, осталось найти DimaTorzok Только вернуть Ну и заменить надпись Принцесса Ну что типа, получается Твоя принцесса в следующем замке Хотя по задумке у меня должен был Марио, твой Марио в следующем замке Как бы так получается Ну ладно, как говорится Будем исправлять всё это дело Как-то вот так вот, ребята, всё получается Ну что ж, как говорится Всем спасибо за очередные ночные посиделки До новых встреч И пакета А я пошёл хак Исправлять